это новый iphone 6s или обычная шестерка нет все же это новый iphone 6s внешне копия прошлогодней модели в использовании большинстве возможностей такой же ультимативный смарт но отличия есть и в этом обзоре я расскажу про 5 самых важных они определяют стоит ли купить именно этот смартфон и нужно ли обновлять твой iphone 6 корпус стал очень незначительно больше ощутимо тяжелее и прочнее хотя выглядит и чувствуется в руки металл также у iphone 6s другой сплав алюминия 7000 как у apple watch sport а значит корпус его меньше подвержен деформации вес ты держал в руке iphone 4 тебе нравилось чувствовать в руке вещь смарт из стекла и металла iphone 6s ощущается также или даже немножко лучше экран ретином идентичный параметрами iphone 6 научился определять силу давления знаю затасканное словечко но это еще одна революция apple потому что она не только первой предложила нам смартфон с таким дисплеем а придумала применение новой технологии кажется что только с iphone 6s ios 9 да и все новые а с приобретают смысл экран распознает касание слабый и сильный нажим причем надавив можно свайпать это тоже функциональный жест на локскрине нажатие оживляет живые обои иконки показывают меню быстрых действий в приложении действуют команды pick and pop чуть нажав на ссылку или еще какой элемент интерфейса видишь окно превью со списком действий давишь сильнее и проваливаешься глубже как будто просто тапнул заодно с кнопкой home которая конечно же скрывает сканер отпечатков пальцев touch id жестом можно переключать приложение вот только реализовано не очень удобно давить нужно сильно а тянуться пальцем до края экрана далеко и раз уже упомянул сканер он в iphone 6s молниеносный даже локскрин увидеть не успеваешь теперь для проверки времени уведомлений нужно сжать на клавишу питания последнее применение 3d touch экрана трекпад под клавиатурой да под виртуальными кнопками скрывается настоящий трекпад позволяющий не сбавляя темпа в печати перемещать курсор и даже выделять текст для включения режима нужно надавить на область кнопок и потом еще сильнее для выделения текста iphone 6s самый производительный среди айфонов и один из сильнейших смартфонов текущего поколения он оснащен системой на чипе а9 и двумя гигабайтами оперативной памяти сравнению с обычной шестеркой с xs немного быстрее у него больше запас мощности но разница никак не в два раза и даже не полтора разве что прирост оперативы хорошо ощутим аккумулятор прежний те же 11 часов разговора в сети 3g и 14 часов воспроизведения видео вайфай и си поддерживает технологию мимо bluetooth 4.2 больше скорости и частот lte за виброзвонок теперь отвечает хептик энджайн как в apple watch и m9 не спящийся процессор движения умеет будить сири голосом без подключения кабеля последняя большая перемена iphone 6s камера аналогично эволюционировала число мегапикселей айсайт увеличилась до 12 фестайм стала 5 мегапиксельной основная камера снимает классно чуть лучше чем iphone 6 или же сказывается восторг от съемки на новый iphone одно могу утверждать наверняка увеличенный размер кадра дает больше свободы при зуме и кропе фронталка наконец позволяет снимать приличные селфи да и общаться по видеосвязи стало комфортнее не тебе собеседнику главная фича камеры съемка live photo это такой комбинированный кадр и снимка и трехсекундного видео который можно оживить надавив пальцем на экран и который iphone может снимать всегда автоматически вроде бы круто но не совсем очень утомляет по три секунды держать аппарат неподвижно слишком просто испортить кадр смести в iphone да и качество не очень в некоторых случаях live photo способны передать куда больше эмоций чем статичные фото но возможно сильно переоценена как по мне видео снимается в 4к и full hd с частотой кадров 60 в секунду это свобода при постобработке вообще правильно разве что изменяется качество в дебрях настроек что неудобно iphone 6s стоит столько же сколько и обычная шестерка снабжен тем же объемом памяти 16 64 или 128 гигабайт выглядит так же если не учитывать rose gold расцветку но названные пять причин более прочный тяжелый корпус 3d touch экран молниеносный touch id усиленная железо и камера они оправдывают покупку выбирая между простой шестеркой и 6s нужно брать второй а вот обновлять ли iphone 6 однозначного ответа нет я бы обновлялся как минимум ради нового экрана хочется идти в ногу с прогрессом меня зовут йонас это обзор iphone 6s на юип подпишись на канал поставь видео лайк глянь другие наши ролики напиши в комментах понравился ли тебе iphone 6s и будь в хорошем настроении пока